Приветствую вас, с вами Лилия Донскова. Сегодня мы разберем макияж, как делать правильно, если у вас нависшая века. Я не смогу показать какие будут сильные изменения, потому что у меня века не нависшая. Но я вам покажу технику и вы поймете как сделать. Главное, чтобы вы дома попрактиковались. И прежде чем наносить макияж, конечно же нужно подготовить лицо. Поэтому я сразу беру праймер и уже на ухоженную кожу одну каплю праймера. Кстати, благодарю вас всех за отзывы. Многие стали писать, что стали пользоваться праймером и увидели колоссальную разницу, как наносить тон с праймером и без праймера. Быстро-быстро кисточкой наносим. Везде, где можно ускориться, я конечно же ускоряюсь. Далее я беру тон. Использую все тот же The One мой любимый. Каплю и чуть-чуть. Добавляю The One. Сейчас скажу как правильно называется. Аквабуст. И код его сейчас использую 33158. Беру пушистую плоскую кисть. Набиваю прям в кисть много-много тона и начинаю распределять по лицу. Под глазками в последнюю очередь. Проходим нос. Лоб. Везде-везде распределяем. Подбородок. Мне нравится эта кисть, потому что она просто скользит по лицу, не растягивает кожу. И очень хорошо маскирует. Если какие-то есть сложности, там прыщики, пигментные пятна, то конечно же с ними нужно будет получше проработать. Еще каплю добавляю. Прям капельку малюсенькую. Чуть-чуть не хватило. Опять же все набиваю в кисть. Делаю смахи, чтобы лицо не было как маска. И как вы видите, то он практически просто слился с кожей. Его на лице не должно быть видно. Следующая фишечка, как вы уже знаете, кто смотрит мое видео. Мы берем корректор. Я использую корректор Giordani. Плоскую, тугую кисть. Набираю немного корректора и прохожу темные круги. То есть я убираю источник тени. А источник тени у меня в данном случае и в моем. Это вот эта венка, которая проходит между внутренним углом глаза и переносицей. И она отбрасывает тень под весь глаз. И уже не нужно наносить везде корректор. Можно, конечно, сделать коррекцию более глубокую. Но это точно не для летнего легкого макияжа. А скорее для вечернего. Я вам тоже его как-нибудь покажу, как делать, когда у меня будет повод куда-то вечером сходить. Проходим быстренько, делаем коррекцию. Далее берем пудру. Я использую пудру рассыпчатую серию из Иванки. Я очень люблю. Это самый темный оттенок, если будет интересно. Пушистая кисть. Набрала. Вот так стучу, чтобы пудра распределилась по всей кисти. И так как у нас сейчас жара и макияж летний, пудру можно не жалеть, потому что пудра очень хорошо фиксирует макияж и впитывает все, что выделяет кожа. И нам как раз на день должно хватать всего этого закрепления. Но я вам покажу еще одну фишку и расскажу поподробнее чуть-чуть попозже, когда закончим макияж. Так, это не то. Берем румяна. Тоже мои любимые прессованные румяна из серии Giordani. Набираю на кисточку, также стучу, чтобы румяна не легли пятно. Мы их сразу наносим на пудру. Немножечко. Лишнего не нужно. Чуть-чуть, мне кажется, лишнего сейчас уберу. Если лишнего нанесли румяна, убирайте пудрой или салфеткой. Можно пудрой просто растушевать. Мне показалось, что я чуть-чуть лишнего сделала. Слишком близко. То есть румяна мы наносим не далее, чем за центр глаза. То есть ближе к носу не нужно, а то будет уже перебор. Так. Следующий шаг – это работа с бровями. Использую корректор. Тоже серии Giordani. Быстрее бы он у меня закончился уже. Такой стал страшненький. Сначала мы прокрашиваем темным. Но, опять же, вы подбираете под свой цвет бровей. Если они у вас светлые, то вы используете светлый корректор, светлый оттенок. У меня брови темные, поэтому я рисую сразу темным. Прокрашиваю бровь, прорисовываю все, где есть какие-то пустоты, где форму надо чуть-чуть скорректировать. Аккуратненько с хвостиком. Не надо его опускать слишком низко, а то будет усталое лицо выглядеть. Проходим под самой бровью, чтобы бровь была чуть-чуть пошире. И потом я набираю уже более светлый оттенок. Чуть-чуть смешиваю с темным и прокрашиваю начало брови. Потому что начало должно быть более прозрачным и не таким ярким, как вся бровь. Чтобы не было перегруза. Потому что, если мы сюда нанесем очень темное, то у нас как бы схлопнутся брови, сблизятся и будет эффект таких, ну как бы глаза на переносицу сдвинуться. То есть бровь сдвинет все лицо и будет не очень красиво. То есть чуть-чуть я сделала коррекцию, никаких острых углов я не делаю, как по естественному росту бровей. Сразу делаю вторую, то же самое. Всегда сравнивайте, чтобы было все одинаково. Так, и теперь более светлым проходим начало. Берем расчесочку и расчесываем. Это, конечно, надо было сделать еще и в начале, но я не сделала. Делала сейчас. Так, теперь смотрим. Должно быть одинаково, максимально одинаково. Все, следующий этап. Работа с глазками. Вот сейчас я вам покажу, что нужно сделать. То есть, если у вас нависшая века, то есть вот эта века, она сильно опущена сюда, то значит нужно на эту часть нанести темные тени. Темная дает тень. Главное, чтобы это были не перламутровые тени, а желательно матовые. То есть мы аккуратненько должны прокрасить с вами вот эту зону. Посмотреть прямо, то есть глаз и соединить полностью рисунок. И вы увидите, как глаз поднимется и откроется. То есть ваша задача приподнять века, правильно? И вы должны посмотреть, где конкретно в вашем случае должны лежать эти тени. Но сначала, как основу, я всегда использую какие-то жидкие тени. И в данном случае мне очень нравятся матовые жидкие тени серии Zewan. Это новинка, достаточно свежие тени. Они появились весной и они просто меня покорили с первого раза. Как только я их попробовала, я выписала себе четыре оттенка для разных вариантов макияжа. Смотрите, мы светленьким с вами проходим вот эту зону. Мы предполагаем, что вот это нависшее веко здесь у нас. Вот сюда мы тоже прокрашиваем. Тут же берем сухие тени. Пока не высохла база основа, я беру любую палеточку. Берите, вот в этой палетке есть матовый оттенок такой кофейный. Я буду его использовать. И мне нужна будет острая кисточка. То есть вот очень важно взять плоскую, острую кисть. Это кисть для помады, для корректора. Но мне она нравится в качестве именно работы с таким макияжем. То есть когда нужно прорисовать вот эту складочку. И смотрите, вы глядя прямо, вот как я сейчас, делаете вот такой набросок. То есть прокладываете намёточку, где вы видите вот эту линию при взгляде прямо. То есть вы делаете такой набросок. Никогда тени не выходят у нас за линию окончания хвостика бровей. Если провести вот такую вот линию между внешним углом глаза и хвостиком брови, тени туда не выходят. Только в случае, если это очень такой глубокий вечерний макияж и вы прям хотите кого-то сразить наповал. Смотрите, нанесли. Далее делаем такую соединительную линию. То есть мы прокрашиваем тенями. Аккуратненько. Потому что мы всегда можем усилить. Всегда можем добавить. Прокрашиваем и поднимаем линию сюда и соединяем тени. Опять же смотрим, что получилось. Чтобы картинка была завершенная, нужно сразу же проложить тени по нижнему веку в линии роста ресниц. Не сильно. То есть чуть-чуть прокладываем тени. Соединяем все линии. Все линии должны соединиться. И теперь смотрим. То есть сейчас очевидно, что я очень близко подошла. Надо чуть-чуть вот эту линию расширить. Вот сюда вывести. Поднять. Заметьте, у нас тело остается здесь белым. Ну, светлым. Соединяем все линии. И если все нравится. То есть вы видите, что рисуночек получился. Глаз раскрылся. То начинаем утолщать эту линию аккуратненькими такими мягкими движениями. По чуть-чуть мы добавляем цвета и смотрим эффект. То есть если у вас глаз начинает схлопываться, значит вы делаете неправильно. Значит перегнули палку. Да, мы аккуратненько с вами делаем вот такой рисуночек. В общем-то достаточно. Потом берем пушистую кисть. Ищем, ищем кисть. У меня всегда под рукой много кистей. Берем пушистенькую кисточку вот такую. Набираем теней более светлых. Желательно тоже матовые. У меня немножко с перламутром. И вот эту линию мы начинаем тушевать, чтобы она была незаметная. Если это вечерний макияж, то линию мы оставляем более яркой. Если это дневной светлый, то линия должна быть более светлая. То есть практически незаметно. Это как тень. Просто тень. Чуть-чуть растушевали. Смотрим. Я, конечно, взяла немножко выше, чем мне бы нужно было. Смотрим, что получается. И по чуть-чуть можем дополнять. Чуть-чуть дополняем. И делаем опять тушевочку. И вот в этот момент у вас глаз должен раскрыться. Я не рекомендую сразу брать подводку и делать жесткие стрелки. Потому что при новейшем веке порой хвостик стрелки нарисовать очень сложно. Я, может быть, найду модель с новейшим веком и попробую снять именно такой макияж. Как накрасить стрелку, когда века новейше. То есть самое главное, что вы даже с помощью двух оттенков теней можете раскрыть глаз. Утопить это новейшее веко. То есть темное оно спрячет, светлое вытаскивает, увеличивает. То есть вы топите вот эту вот складочку, убираете. Топится все. Тень. И получается глаз открытый. Уголок глаза поднимается. Глаз распахнутый. И вообще другая форма глаз. То есть вы совершенно выглядите и чувствуете себя по-другому. Мне вот, например, этот макияж тоже очень нравится. Я сейчас закончу этот глаз. И, в общем-то, второй делать не буду. Сделаю его потом. Тут очень важно еще ресницы. Подчеркнуть глаз ресничками. Я беру мою теперь новую любимочку. Это тушь серии The One. Термостойкая. Необыкновенно удобная кисточка. Тоненькая. Классная. И самое, что мне нравится в этой туши, это эффект, как она смывается. Ну, лежит она просто бесподобно. Я ее испытывала уже и в бассейне, и в реке, и в сауне, и в хамаме. То есть она у меня нигде не смылась, не скатилась. А потом она смывается просто хорошей такой теплой-теплой водой. Мы прокрашиваем ресницы. И ваша задача, у кого новейшее веко, сделать так, чтобы внешние ресницы были особенно хорошо прокрашены и подкручены. То есть если у вас прямые ресницы, то есть рост ресниц прямой, то, значит, воспользуйтесь специальным таким подкручивающим средством. У нас тоже он есть в Oriflame. Это такой вот аппаратик. Сейчас покажу. То есть тут такая штучка. Мы берем реснички и просто подгибаем. Делаем это, конечно, на чистые ресницы, чтобы их не обломать ни в коем случае не с тушью. На сухие реснички буквально 20, максимум 30 секунд зажали, подержали у основания и отпустили аккуратненько. И после этого сразу нужно красить тушью. Когда красим реснички, следим, чтобы они у нас не склеивались. Если склеиваются, значит, что нужно делать? Тут же брать расчесочку для ресничек и расчесывать. Тушь можно носить несколько слоев. Да, конечно, сразу нижняя. Чуть-чуть. И визуально глаз у нас сразу распахивается. То есть он становится таким... Вау! Распахнутым. Чуть-чуть не завершила одну штуку. Берем тоже плоскую кисточку, светлые тени. И делаем соединительную вот эту вот линию. Чтобы у нас не было пробелов. И градиент. То есть все время смешиваем по нижнему веку. Чтобы не было такого, что тени оборвались и все. То есть как наверху у нас все гармонично перемешивается, так же и сверху. Ну вот видно, да, когда глаза накрашены, не накрашены. Видно, что глаз поднялся и распахнулся. Даже при условии, что у меня века не нависшая. А когда века нависшая, разница просто очень, очень явная и очевидная. Итак, на этом мы с вами закончили. Я вам желаю супер классных макияжей. Если есть какие-то вопросы, пишите, задавайте их. А я продолжу уже делать макияж самостоятельно. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok